Мне как-то очень понравилось, не очень понравилось, а просто вижу очень глубокая такая была мысль, которая высказана Фёдором Михайловичем Достоевским. Мысль такая – лучшие люди познаются высшим нравственным развитием и высшим нравственным влиянием. Но как это увидеть, это нравственное развитие и нравственное влияние? Вот сегодня, как я понял, мы говорим о том событии, которое для нашего народа оказалось имеющим колоссальное значение, причём значение не на какой-то момент времени, а значение, которое продолжается до настоящего времени. И действительно возникает вопрос, вопрос такого рода, значит, какое же влияние, какое развитие оказало это событие? Мы очень много говорим сейчас о культуре, бесспорно, это очень важно во всех её, если хотите, направлениях. Но эта сторона, я бы сказал, всё-таки внешняя. Правда, от внешнего можно отвлекаться и смотреть, что является источником этой культуры. И что действительно более всего повлияло с принятием православия на наш народ? Вы знаете, вот только что сейчас, буквально несколько дней тому назад, а, уже неделя, 25-26 ноября в Дубне состоялась конференция, очередная ежегодная конференция «Наука, философия, религия». И тема этой конференции как раз была очень-очень интересной. Тема была такая – национально-культурная идентичность в России, её истоки, её последствия, национально-культурная идентичность в России. То есть речь шла о чём-то таком, что началось и продолжается, и должно бы сохраняться. И вот там, естественно, собрались и учёные разных направлений, философы и богословы. И вот более всего шла речь о чём? Что же это такое за идентичность, которая оказалась тем связующим звеном, как мы говорим, или лучше, может быть, сказать, стержнем, которая на протяжении вот уже долгого-долгого времени, тысячи лет, действительно связала нашу нацию и внесла в неё нечто такое, что сохраняет её идентичность? Конечно, можно сказать очень просто, например. Сказать – и всё. Крещение Руси. Ну, мало ли крещения Руси. А могло быть и что-нибудь другое. И почему этот князь Владимир, с чего это он вдруг решил это такое сделать, совершить такой поступок? Вот я и обратил внимание на эти слова Фёдора Михайловича Достоевского. «Лучшие люди познаются в высшем нравственном развитии». Мы как-то часто смотрим на князя Владимира как человека, который, ну, что ж там, какую бы религию избрать? Ну, пожалуй, это лучше. А почему лучше? Ну, в России невозможно быть, и чтобы не пить, например. Ну, значит, православие, да здравствуй! Да, а в других религиях вдруг и нельзя. На самом деле ситуация была очень серьёзная, перед которой стоял князь Владимир. И эта ситуация носила не внешний характер, который описан в летописи и в нашей истории. Нет, нет! Эта ситуация была внутри его. Все говорят о том, какой образ жизни он вёл. А какой? Точно такой, который мог вести князь. И больше никакой. Там и гарем, там и войны, и там, если хотите, убийства. Это совершенно естественный образ жизни был того времени. Он таким именно и был. Ну, представьте, ведь и не он же был, и до него же были князья. Был же Игорь, был Святослав. Были же. А что, почему он вдруг этим занялся? Святослав даже и не подумал об этом. Ему главные походы. Иду на вы, и всё в порядке. Вот то, о чём мы говорим, этот выбор веры, он, я думаю, просто невозможно сомневаться. Он был обусловлен тем, что князь Владимир оказался не рядовым человеком, какими часто мы являемся, а он, видимо, был тем человеком, который, пожалуй, похож на Достоевского, на Игнатия Бринчанинова, вот, игумена Никона. А чем похож? Эти люди, имена, которые я назвал, они же пишут, они говорят, И уж всем известна эта крылатая фраза Достоевского. Не как же, мальчик, я верую во Христа, моя Асанна через горнила сомнений прошла. Вот, мне кажется, ключ к натуре, к личности князя Владимира. Вот, где ключ. Он оказался перед лицом чего? Поиска смысла жизни. Бессмысленно всё это! Всё надоедает! И перы, и разгул жизни, и войны. В конце концов, у человека всё надоедает. А смысл жизни какой? Вот, откуда начался выбор-то веры! Вот, почему называем это ответственный, действительно, выбор веры! Ведь не просто так к нему пришли, там, одна делегация, другая, третья. Ну, это же летопись, конечно, сообщает очень скупо. На самом деле, он начал искать! Он же не мог больше остановиться! Он не мог выносить этой бессмысленности жизни! И так что же это? Всё кончается смертью, а дальше? Вот перед чем он стал! И это совершенно очевидно! Посмотрите, как летопись хотя бы скупо, но описывает, какие давали, ну, если хотите, какие картины представляли князю Владимира иудеи, и мусульмане. Там, ну, не только, нет никаких сомнений в том, что он уже, уже был осведомлён, я думаю, по тем временам достаточно осведомлён и о римском христианстве. Ещё было единое православие, ещё не было раскола, разделения, но уже, уже, и об этом в этой истории церкви совершенно определённо, что уже в это время фактически уже западное христианство радикальным образом начало отличаться от восточного. Уже. И историки говорят, это достаточно ясно и определённо, что уже фактически в IX веке уже произошёл этот уже сильный раскол. А дальше, XI век, это просто было уже, ну, завершение, естественное завершение того, что было подготовлено предшествующим периодом. Знал Владимир и об этом, и искал смысла жизни. Вот что он искал. И по летописи это сразу видно, как он отвергает то одно, то другое. В летописи это написано очень, подчас, ну, почти доступно детским языком, почему отрицает, не берёт то или другое. В православии он увидел ответ на этот вопрос, который не даёт покоя, мне кажется, ни одному разумному человеку. Ну, извините, но мне кажется, что это какой-то глупый только человек, или, простите, тупой, если его не беспокоит совершенно мысль, мысль о том, действительно, зачем я живу, какой смысл, всё пролетает день за днём, одно и то же. Причём все идёт к одному и тому же концу. Рождается для того, чтобы умереть, а дальше что? Ответа не было. Не было ответа. Это язычество, в котором он был погружён, не давало фактически никакого ответа. Почему? Всё это были мечтания какие-то, или грёзы. Не было ничего, не было, представьте, никакого, даже писания же не было, которое могло бы сказать, вот, видишь, написано от Бога. И этого ничего не было. Здесь он нашёл. И что же он нашёл? Во-первых, он нашёл действительно ответ на этот самый важный вопрос жизни человека. Каков её смысл? Он увидел, увидел, что, оказывается, здесь говорят, что эта жизнь является только предверием жизни, что смысл жизни – это в жизни, а не в смерти. и здесь происходит ничто иное, как только подготовка оказывается к бесконечной жизни. И какой жизни? Опять ему показали эти греческие, ну, скажем, миссионеры, опять показали, что и сама эта жизнь дальше может быть очень разной. Оказывается, действительно, какое-то добро, добро, которое делает человек, оно не исчезает, не просто сделать, ну, и что, ты сделал добро, а дальше что? А смерти больше ничего. Нет! Оказывается, оно не исчезает, оно оказывается вечно, оно коренится в том, кто вот тот один Бог, Бог, который открылся людям во Христе, который открыл нечто, что действительно его, наверное, поразило больше всего. Больше всего поразило. Это совершенно очевидно из дальнейшей истории, когда он принял христианство. Если мы обратимся к истории религий, то мы увидим следующую картину. В самых высших взлётах, скажем так, религиозной мысли, взлётах, до которых доходила человеческая мысль, религиозная, я говорю, мысль, до чего она доходила? Ну, до единства Бога. И верно, приходили к нему иудеи и говорили об этом. Не устроило что-то его здесь, показалось ему она мрачной, эта религия. В чём дело? Не устроило даже и мусульманство, не устроило. Опять не то. Хотя, как кажется, это во многом соответствовало его натуре. Что не устроило? Самое большее, что слышал человек, что он мог подумать, что он мог себе представить, когда речь заходила о Боге, самое большее – это кто такой Бог? Это высший разум и высшая справедливость. Вот предел. Высший разум и высшая справедливость. Разум, понятно, он устрояет. Высшая справедливость награждает и наказывает, дарит и казнит. Но как? Справедливо. А вдруг здесь он услышал то, чего никогда он не слыхал? Никогда ему сказали, ему показали, наверное, он мог, по крайней мере, если не читать, то слышать. Да, всё ему говорили. Оказывается, Бог есть не просто разум, не просто справедливость и правда, а он, оказывается, есть любовь. Я не сомневаюсь, что Владимир был просто потрясён. Слушайте, мы настолько уже привыкли к этому. Христианство говорит, Бог есть любовь, Бог любовь. Повторяем, это же, как чуть ли не пустушку какую-то. На самом деле христианство совершило буквально революцию, говоря вот научным или социальным языком. Буквально революцию, когда заявил о том, что Бог есть любовь. Разум? Да, конечно, разум. Какой смысл? Да, если это не разум. Да, он есть верный и правда, но какая правда? Ему объяснили, что справедливость без любви – это жутко! мы все погибнем тут же. Потому что каждый знает, человек, что он совсем не тот, кем он должен быть. Постоянно в своих мыслях, желаниях, чувствах, дела, чего только мы не делаем. И если он только справедливость, так что нам грозит тогда? Сама наша порядочность даже, она часто носит какой характер-то? Внешний, а внутри что? Как мы относимся к людям, к другим? Внутри, внутри! А почас и делимся, да ещё как делимся с другими людьми-то! Что в нас только есть? Сколько зависти, сколько тщеславия, сколько самомнения, сколько лукавства, сколько лицемерия! Владимир ахнул! Если справедливость, то всё, провались, земля! Со всеми этими вещицами, пожалуй, в мир справедливости не захочешь идти, потому что горько там станет! И вот ему вдруг объявили, он сказал, он был поражён, что, оказывается, Бог – это дух, который не видим, не слышим, не осязаем, оказывается, Он есть любовь! При этом объяснили, что, оказывается, справедливость без любви – это ужас! Это ужас! И мы всё это знаем! Если в семье начнётся по справедливости друг с другом относиться, то, я думаю, будет беда, есть не будет снисхождения, то есть не будет любви, что такое снисхождение? Что такое великодушие? Это и есть проявление любви! Уже потом, позднее, а ему-то уже говорили, Иоанн Затау что писал? Да если бы только Бог относился к нам по справедливости, то мы бы в ту же минуту должны были бы исчезнуть и провалиться! Я думаю, когда ему сказали эти слова Иоанн Затауста, а наверняка ему сказали, это был один из самых авторитетнейших святых Византии, то, я думаю, какое впечатление могло произвести это на него! Он был, видимо, человеком ищущим! Душа у него горела! Действительно, и сомнений было очень много! Не случайно он приглашал и разговаривал с представителями разных религий и даже, если хотите, и конфессий, хотя католичества ещё тогда не было как отдельная конфессия, тем не менее, горела душа, искал, я говорю ещё раз, как Достоевский искал, посмотрите, как искал, горнило сомнений! Это не что-нибудь! А брончанинов вспомните как! Искал нигде не находил! Игнатий Бринчанинов, это аристократ, который учился в Высшем офицерском училище, который спрашивал, что нигде ничего никто не знает. Благо, что он уже в 15 лет знал не только европейские все языки, три языка, но ещё знал и греческий, древнегреческий, и латинский, и мог читать, и мог уже читать в подлинниках. И он потом писал «Меня поразило то согласие, которое я нашёл в восточных отцах, касающихся духовной жизни человека». Скажите, и что же? Ну, князь Владимир, да, увидел, поражён, нашёл, наконец нашёл. И что же дальше? Хочется обратить внимание ещё на следующее. Ведь миссионеры христианские, начиная прямо с I века, они же разошлись во все стороны и были во многих народах, очень во многих народах. Ну, вот не все народы приняли вот... Точнее, каждый народ принимал по-своему. Каждый по-своему. Кто-то принимал, кто-то вообще не принимал. Многие вообще отвергали даже и казнили этих проповедников христианства. Мне хочется сказать, что когда князь Владимир принял это, естественно, для тех времён, его дружина приняла. Люди очень были, я бы сказал так, толерантны. Ну, коли князь принял, почему и нам не принять? Я думаю, что большинство это приняли совершенно спокойно, это решение князя. Тем более, что языческая религия, она носила-то больше какой характер? Формальный, внешний, обрядовый. Ну, так как сейчас... О, нам легко понять, какой характер он сделал. Так как мы сейчас к православию. Главное прийти, я свечку поставил на всякий случай. Да. Записочку подал, молимен отслужили, да, в храм зашёл. Ну, в общем, ну, примерно так. И, по крайней мере, в язычестве ничего не было такого, чтобы могло, ну, особенно сильно, что ли, удерживать. А тем более, когда князь Владимир принял христианство, нужно помнить, что он сделал. Он даже тюрьму приказал открыть. Если Бог есть любовь, если мы должны возлюбить ближнее, как самого себя, открыть все тюрьмы. Открыл свой дворец, чтобы все нищие, кто угодно приходил к нему там и мог питаться, так сказать, с царского стола. Уже потом только он сказал, что делаешь, князь? Ты кого выпускаешь? Убийц! Что не сделаешь с людьми? Тогда только он зачесал затылок, понял, что переборщил. Немножко переборщил. Но о чём, на что хочется обратить внимание? Мне кажется, что вот в нашем народе вот эта религия любви нашла какой-то полноценный отзвук, что Бог есть любовь. А ведь Бог – это кто такое? Это же не какое-то существо, которое живёт на какой-то планете. Это же дух. Дух. Или, выражаясь уж, так сказать, чуть-чуть похожим на научный язык, это, следовательно, закон, закон всего бытия и уже прежде всего закон человеческой жизни. Причём закон какой? Ой, как важно это различать! Не тот закон, который мы называем юридическим законом, который спускается сверху и хочешь, не хочешь, и изволь его исполнять? Да нет! А тот закон, по которому мы живём, так сказать, сказать так, естественный закон, присущий нашему бытию, присущий человеку, то и самая суть человеческой природы, в чём заключается, оказывается, вот в этом, вот главный закон человеческой природы – любовь. Следовательно, хорошо всё то, что соответствует любви, плохо всё то, что противоречит этому, ибо любовь, следовательно, это самый основной закон нашей жизни. И вот по-видимому, то есть не по-видимому, а сам факт и говорит о себе в своей основной массе и достаточно всё-таки быстро основная часть населения, поскольку оно было тоже, вы знаете, из разных же племён, так, основная часть населения приняли это, глубоко приняли это в свою душу. И закон любви стал именно законом, законом, если хотите, внутренним законом жизни. Но как? Но как? Можно подумать так, что все это приняли любовь, и все стали в обнимку ходить? Да нет! Об этом как хорошо написал тот же Достоевский, когда он произнёс такие слова. Не смотрите на то, что делает наш народ, какие подчас преступления, какие беззакония он творит. вы посмотрите на другое, а что является его заветной звёздочкой, о которой он мечтает, которую он чувствует? Он стремится, несмотря на все свои мерзости, говорит Фёдор Михайлович, в человеке живёт вот эта идея, это чувство, это стремление к тому главному, что вот ищут, и сейчас вы можете найти в литературе очень много, что такое русская идея? Что такое русская идея? И все думают, что идея-то вот в голову стукнула. Так и думали, что Бог есть разум, и всё. Нет, эту основную русскую идею великолепно выразил Хомяков, Алексей Степанович Хомяков, это один из самых выдающихся мыслителей, я бы сказал, XIX века, когда сказал, когда сказал такие слова основной идеей, что является. Я сначала приведу точные слова, а потом постараюсь объяснить. Единство в свободе по закону любви. Единство в свободе, быть свободными, мы все едины в этом стремлении, но какой свободе? О! Свобода, неограниченная любовью, ужасно! И мы сейчас все это видим. Что это такое? Только посмотрите на многие средства массовой информации, телевизионные передачи, фильмы, рекламы, интернет, свобода! Скажут, нет, нет, закройте, пожалуйста, я не хочу видеть эту кровь, эти насилия, эти ужасы, эти обманы, эти жестокости. Избави Бог от этой свободы! Свобода, неограниченная любовью, это дьявол! Поэтому он сказал, единство в свободе, единство в стремлении к этому, но какой? По закону любви! Вот она, русская идея, которая вошла в наш народ с крещением Руси, вошла, началась, привелась, как семя, посеянное в добрую почву, вот, посеяно туда, и именно это началось. Вот она, если хотите, эта русская идея, родоначальником которого и явилось принятие князем Владимиром христианства, это крещение Руси. Руси.